В общем, сейчас я буду производить замену ремня ГРМ и натяжного ролика. Я уже тут все подготовил, как бы снял вот эти вот, воздушный фильтр и щитки, ну и защиту картера тоже снял. Прикупил вот такой вот ремень и ролик натяжителя ремня. Сейчас, ну вот я, ну, все подготовил, сейчас вот подниму машину на домкрат и включу пятую передачу и буду крутить колесо и совмещать метки. Вот эту, ну, на распредвале и на коленвале тоже, чтобы они совместились. Откручиваем, чтобы снять ролик, ну, чтобы ослабить ремень, откручиваем вот эти два болтика. Ну, в общем, ослабил я тут ролик, ослабил болтики и теперь оттянул его, ну, ролик оттянул и снял, ну, я отсоединял ремешок, короче, сейчас тут его, про, под шкивом тут попробуем вытащить. Снял ремень ему, ну, где-то примерно почти 55 тысяч, ну, да, почти 54 тысячи. Ну, в принципе, он еще нормальный, мог бы еще походить. Ну, я уж подумал, то, что ближе к 60 надо поменять, ну, тут вот есть трещинки небольшие, но еще бы он, конечно, походил бы, тысяч 5-й, там прошел. Ну, в общем, старый ролик уже шумит. Я уже поменял его на новый, но этот, ну, работает тихо. Сейчас поставлю ролик. В общем, закручиваю я ролик, точнее, не закручиваю, еще только пока же так пытаюсь его прикрутить. И потом натяну на пружинку сразу, чтобы потом можно было его уже, чтобы потом не мучиться. Он все притянул. Так. И там вот, у нее не видно, пружинка, короче, вот ее, ее сюда, ну, тоже прицепить нужно к ролику. В общем, ремень ставим по надписям, по ходу движения, распредвал, коленвала. Вот. Ну, сейчас надо его как-то засунуть там, блин, не знаю, наверное, получится. Ну, вот, поставил я ремешок, надел. Обратите внимание, что надпись, вот, должно быть читаемо, как я уже говорил, и, ну, по ходу движения двигателя. Вот. Ролик я еще пока не затягивал, потому что сейчас нужно прокрутить колесо, ну, коленвал прокрутить, ну, колесо я на пятой передаче прокручу. И проверю метки потом, совпадают или нет. Ну, в общем, все, я это прокрутил, там, три или четыре оборота, я сделал. И вот метка вот с шлифтиком совпадает. И внизу тоже совпадает. Вот, и вот метка. Вот, не знаю, может, не очень видно, но, ну, короче, поверьте, она совпадает. Теперь закручиваем до конца вот два болтика, вот которые ролик, ну, затягиваем и все. Накидываем ремешок генератора, я тот же его оставлю пока, то, что был, в принципе, еще нормальный. Вот. Ну, и наделим, ну, и теперь его сейчас затянем и попробуем завести. Вот. Ну, вообще, мы завели на масон, вроде все работает, там видно будет дальше. Все, наверное, все.